Сегодня мы с вами стали встретить очень интересную и важную для Самарской области. Седатель нашей Самарской писательской организации Евгений Васильевич Лазарев. Дорогие друзья, чувашские гости, Самара, писательные, деятельные культуры, бывают личности, которые как бы не только отрубляют, как бы воплощают в себе братское единение народов и культур. Наш дорогой, в прошедший в 73-м году, Влад Захарович Левинов-Польмен, в этом доме он прожил много лет. Здесь были созданы его произведения, признанные классикой чувашской литературой, его эпопея «Моск». Он был чувашским писателем, писал в чувашке, но очень многое сделал для собирания, объединения, воспитывания литературы русского, русского митературного движения здесь, в Самаре. Он был членом первого съезда Союза писателей в 34-м году. Много работал здесь, в местной нашей прессе, много возился с молодыми, много воспитывал литературных талантов. Память о нем всегда благодарна, до сих пор живет. Он был великий страдалец, рано пришедший в революцию, в организации колхозного движения. Он был репрессирован, много лет сидел, но когда пришел, он не утратил своего оптимизма. Был он из породы мудрецов, обладал большим и ясным, насмешливым, несколько ироническим умом. Вот из чувашских классиков, как-то мне больше кажется, что он похож был несколько складов ума другого чувашского классика, якору Уксая. После, уже в последние годы жизни, потерял он ногу, тяжело болел, но удивительным образом его не оставлял его оптимизм. Его широкая душа была также открыта людям, народу. Лев Финк вспоминал, что даже когда они сидели в лагере, он занимался переводами Шекспира и на чувашский, и на русский язык. Одна строчка, 66-й санет Шекспира, «Но без меня, а сиротей, друг» до сих пор ставится как выражение точного поэтического смысла выше, чем у Пастернака, чем у Маршака. Это был человек большого, яркого таланта. Сегодня хочется сказать, когда мы открываем эту генеральную доску, здравствуйте, Глаз Захарович. Будь себе здесь, в сценарии, а уроженский язык не будет. Спасибо. Дорогие друзья, сегодня здесь проходит заседание, въездное заседание Чувашского национального конгресса у нас в Самаре. И к нам приехал чувашский литература Бет. Значит, очень известный человек, один из руководителей Чувашского национального конгресса. Санькигатского милиции. Уважаемый господин Станьял. Ему и слухово. Когда я поступал в аспирантуру, реферат для аспирантуры у меня был о творчестве Глаза Захарча Паймена. А причиной послужил то, что я приехал в 68-м году сюда и не мог встречаться ни с одним Чувашом. Вот по Самару ходили, не можем найти ни Чувашский, бывший Чувашский клуб, клуб Тосменка, ни бывшей центральной Чувашской школы в Самаре, она на Ленинской улице. И еще дом, где выходила Чувашская газета, где был и редактором, и редактором Альманаха Глаза Захарча Паймена. Вот сейчас разительные перемены. Тогда я не мог найти со студентами ни одного Чуваша, а сейчас уже даже встречают лучше, чем в Нью-Йорке и Москва, в Самаре Чувашей. Встречался с Фасом Захаревичем, с его женой, встречались со студентами, с сыном, в этом доме, вском доме, в другом доме. Архив свой передал, и она тоже передала, в наш гуманитарный институт. Я работаю в гуманитарной институте, исследую письма. Основной артист Глаза Захарча Паймена в нашем Чувашском госинституте гуманитарных наук. Фотоснимки, письма, рукописи и варианты романа «Мост». Главные книги Глаза Захаревича, за которым получил государственную премию. Здесь хорошо сказали, человек он твердый, стальной, но очень трудной судьбы. Во-первых, переводчик с чувашского на русский, с русского на чувашский, с английского прямой перевод на чувашский. Шекспира полностью перевел, но пропал это. Нарспион перевел на русский язык, Пермом перевел. На русский язык Нарспион перевел еще Пятоки. Андрей Пятоки тоже здесь жил. Здесь я сейчас беседовал с дочерью Пятоки, Людмилой Андреевной. Глаз Захаревич еще поэт, прозаик, кроме этого большой организатор. Здесь он организовал выпуск, второй выпуск газеты, чувашской газеты «Колхозник» и альманаха Пуртапранжи, Бадамадан, Средней Волга. В то же время он был председателем союза писателей Средней Волги, куда входили секции чувашские, русские, мордовской, мордийской. И всех он объединял и выступал не только с докладами, но и с критическими статьями. В общем, даже дорогими для нас сейчас, для исследователей, широкого такого диапазона был. Это чуваши. председателем союза писателей в Самарии сравнили его с нашим другим классиком, Суксаев. Но по сравнению с Суксаев, может, по таланту он одинаковый, но по характеру Влад Захарьевич был более дипломатичный и, как сказать, ну, дальновидный, что ли, или его вот 17 лет от ситки научила, мне он показал, наоборот, мне он все время казался, как греческий философ. Владимир Ухсай философ, Ухсай современный, 20 век философ, Влад Захарьевич был более глубокий, сдержанный и, в общем-то, и историю дальновидный, и на будущее дальновидный. Мне точно сразу показалось и я забыл. Говорит Влад Захарьевич не только в вас глубокое, но и его и мусор, программа, программа, баррец, век, на русском, на трифонах, лакманты, жалмостни, смешатка. Вроде нет. Я прошу. Субоксана, он не имеет, так сказать, что она, я помню, у нас есть писатели, очень дельные, сжатые, глубокие выступления. Остается только от нашей делегации, от Шуасского национального конгресса, от нашего института, от Союза краеведов выразить вам низкий поклон за память к Ласу Захаровичу. Мы это воспринимаем не только память к одному человеку, это уважение к нашей литературе, искусству, культуре и целой нации. И только так мы можем это принимать. Спасибо вам всем организаторам, администраторам и всем поклонникам чувашской национальной культуры и их людей. Спасибо. Спасибо вам, Виталий Петрович. Без администрации области эта акция тоже была неосуществима. И поэтому с большим удовольствием предоставляю слово Юрию Ивановичу Масайченко, заместителю руководителя аппарата администрации области, который свой вклад внес в это дело. Дорогие друзья, в этом году исполнилось 150 лет нашей родной самарской группы. Мероприятия, связанные с этой юбилейной датой, все, что связано с подготовкой к этим юбилейным мероприятиям. Каждому из нас, каждому самарцу лишний раз дало повод еще глубже посмотреть свою историю. Может быть, в большей мере осознать, лишний раз прикасается сегодня к истории нашего самарского края. Это повод еще глубже посмотреть в эту историю, это повод освоить все то огромное наследие, которое связано с именами таких людей, как Влас Захарович Иванов, Паймин. Поэтому я от своего имени, от имени администрации области выражаю глубокую благодарность всем тем, кто имел отношение к открытию этой доски. Прежде всего, руководителям и активистам наших чувашских национальных центров, чувашских национальных организаций. Я думаю, что открытие этой доски – это своеобразное начало того, так сказать, большого пути, которое приведет всех нас, еще раз скажу, к новому качеству нашей совместной жизни на самарской земле, основой которой является единение народов, основой которой является общий национальный опыт самарчан. Друзья, среди нас сегодня внук Влас Захара Чаги, ему слово. Я немножко волнуюсь, поэтому все, что очень сказали для моего деда, я такая без замечаний смогла. Просто все это было в моих глазах, я знаю, как он человек был. Я очень благодарен, потому что прошло столько лет, вспомнили, как говорится, не забыли. Я теряю себя от моей семьи. Очень благодарен. Спасибо большое. Дорогие друзья, кто-то еще хочет сказать? Пожалуйста. Я, во-первых, благодарна тем, которые так могли сделать такую работу. Это не только честь для Чуваши, есть честь для народа. И именно, что мы умеем ценить, что такое человек. Это самое главное. Хвала и честь всему. Теперь немножко я познакомлюсь со своими стихами. Попал, пожалуйста. Я бы хотел просто выразить большую благодарность именно администрации области за то, что они все-таки поняли просьбу наших общественных движений Чувашских, которые смогли все это понять и делать действительно этот такой большой подарок. Я считаю Чувашского народа. Большое спасибо и нашим организациям, которые действительно здесь укрепляются, народ, который тот момент о своих худших сыновей, он, как бы так сказать, вечен. Спасибо вам. У нас гимн народный такой. Чувашский национальный гимн, старинные песни. Она очень проста, но исполняется при торжественных случаях. Давайте, давайте. Косле. 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 Чувашский национальный гимн. Как перевозится? Не забыть бы, не бросать бы. Гродную землю, наверное, передается. Аги-зухи. Алран-гайми, аги-зухи. Асран-гайми, аги-зухи. Аги-зухи. Ай-яй-яй. Ай-яй, ай-яй-яй-яй.